Указатель «аварийный выход» еще нужно поискать. Кнопки включения пожарной сигнализации спрятаны за стеллажами с товаром. Случись возгорания, многие покупатели в панике даже не поймут, как спастись от огня. Однако многие, как это говорится в известной пословице, пока беда не пришла, о ней не задумываются. В Рязанском Леруа Мерлен, несмотря на все сообщения от официальных ведомств, полно покупателей. Смотрим выходы где, самое главное, куда бежать. Ну а что делать? Ну когда была зимняя вишня, после этого прошли проверки в торговых центрах. Мне кажется, сейчас безопасность уже гарантирована. Побаиваемся, как же. Ну а куда деваться? Ходить все равно покупать-то нужно. Дело Леруа Мерлен рассматривалось по месту нахождения главного офиса в Москве. Мытищинский городской суд постановил устранить нарушение в Рязанском филиале и выплатить штраф 160 тысяч рублей. Выявлено нарушение пожарной безопасности. А именно, установлена автоматическая система пожаротужения в торговом зале и складской части торгового центра, оборудована оросителями с номинальной температурой срабатывания 68 градусов, вместо требуемых оросителей с номинальной температурой срабатывания 57 градусов. При этом указанные нарушения выявлялись прокуратурой района еще в 2015 году. С 2015 года рязанские Леруа Мерлен оштрафовали уже дважды на 153 и на 160 тысяч рублей. Однако датчики до сих пор не перенастроили. Как сообщили в прокуратуре области, руководство гипермаркета уверяет, в нем не так много легко воспламеняемых товаров. Будут ли устранены недочеты после третьего решения суда, дежурный директор объяснить не смог. От комментариев отказался. Они будут позже на странице нашей ВКонтакте. То есть все опишется подробно, будет там. Интервью в ближайшие дни точно никаких не будет. Официально магазин может работать до 18 августа. Далее два пути либо закрываться, либо устранять нарушения и опротестовывать решение суда. Дина Ислява, Станислав Кутришов, телекомпания «Город». Станислав Кутришов, телекомпания «Город».